Доброе утро! Весна – традиционное время активности клещей. Вообще насекомых, но клещи в этом году как-то активничают намного больше, чем обычно. Да, и нам повезло, что сегодня у нас в гостях онлайн будет специалист Елена Удилова, кандидат медицинских наук, инфекционист высшей категории, аллерголог, иммунолог. Лена, доброе утро! Доброе утро! Как ваше настроение? Отличное. Отличное. Скажите, пожалуйста, в этом году больше или меньше пострадавших от клещей? В этом году весна ранняя, более теплая, чем обычно, поэтому, конечно, для этого периода времени пострадавших от клещей больше, чем в обычные годы. Так, интересно. Все же дома должны сидеть? Да. Как это они понабрались-то? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Можно сразу, да, понять, кто куда уехал, кто что нарушил. Можно ли вообще ставить прививку плановую сейчас от клеща во время пандемии в период в этот? Вакцинация от клещевого энцефалита проводится круглогодично, но, к сожалению, мы сейчас живем в такое время, когда объявлены карантинные мероприятия в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинация, плановая вакцинация пока приостановлена. А и другие плановые прививки тоже нельзя делать? Сейчас, да, пока плановая вакцинация вся приостановлена. А как вот повлияет этот перенос прививки на степень защищенности от инфекции? Как можно еще себя обезопасить? Может быть, есть какие-то способы? Ну, если это касаемо клещевого энцефалита, то здесь, конечно, все зависит от того, сколько стоит прививок. Была ревакцинация, не была ревакцинация у человека. Ну, и, конечно же, никто не отменял мероприятия, связанные с использованием специальной одежды при походе в лес. Это длинные рукава заправлять в сапоги, в обувь, брюки, пользоваться специальными репеллентами. Ну, и, конечно, осматривать и одежду, и кожу после похода в лес. Да, я сразу же вспомнил знаменитый лайфхак, когда носки нужно надевать поверх штанов. А что делать, если клещ уже укусил? Я вот знаю, у меня уже знакомых покусали, и они куда-то ездили. Вот куда можно съездить и что сделать? Значит, если укусил клещ, нужно обратиться в травмпункт, где клеща удалят. Его отдадут на исследование, чтобы определить, заражен клещ вирусом клещевого энцефалита, лайм-боррелиозом, и человеку, если он не имеет полного вакцинального комплекса от клещевого энцефалита, нужно будет поставить иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Стоит ли, если клещ все-таки укусил, пытаться достать его своими силами? Много же есть способов. Я знаю, что вот можно маслице налить, потом пробочкой закрыть, чтобы кислород не поступал, тогда клещ сам вылезет. Если есть возможность обратиться за профессиональной медицинской помощью, лучше это сделать. Если такой возможности нет, нужно стараться достать клеща так, чтобы не повредить его, чтобы таким образом дополнительно не занести инфекцию человеку при попытке самостоятельно достать клеща. Я бы никогда самостоятельно не стала доставать, мне никогда клещ не кусал, и я очень этого боюсь, поэтому никуда я не езжу. А еще такой вопрос, может быть, вы знаете, в курсе, существует такое поверье, что клещи, они живут на высоте только 10-15 сантиметров в траве, или нет? Выше не прыгают. Или все-таки еще на ветках они тоже находятся? Как опасаться? Клещи живут в траве, то есть с деревьев они на нас не прыгают, и чаще всего они все-таки поднимаются снизу вверх по одежде из травы. То есть можно обрабатывать ноги только ниже колена, и все? Лучше обработать всю одежду, да, чаще всего репелленты против клещей предназначены для того, чтобы их наносить на одежду, так как они могут из травы заползти вверх, они могут какой-то высокой травы попасть на другие участки тела, поэтому лучше, чтобы от клеща репеллентами была обработана вся одежда. Лучше иметь головной убор. Вот, тоже, что очень важно. Спасибо большое. У нас в гостях была Елена Удилова, кандидат медицинских наук, инфекционист высшей категории, прошу прощения, аллерголог, иммунолог.